Первая вещь, которая оказалась крайне неожиданной, это категорическое нежелание элит признавать, что произошло. То есть вот впечатление там от треть G20, оно умпомрачительное. Что в постели больной мировой экономики собирается консилиум. Экономика лежит в палате интенсивной терапии. Там работают аппараты искусственное дыхание, искусственное сердце, искусственные почки. И вот собрался консилиум. 20 лучших врачей мира. И о чём они говорят? Один говорит, что вот тут обои неудачные, надо бы повеселее в цветочек. Другой говорит, да, и простынечка, в полосочку, а надо бы в кружочек. Третий ещё что-то говорит, что надо бы, соответственно, музыку тут пободрее включить. Никто, уже сколько времени прошло, не говорит о диагнозе. Единственным источником кризиса являются Соединённые Штаты. США теряют статус мировой финансовой сверхдержавы. Бейер Штайнбрюк, министр финансов Германии в 2008 году. То есть источником, генератором кризиса стали самые богатые и самые могущественные. И стали именно потому, что самые богатые и самые могущественные. Богатый – это тот, у кого много денег. Деньги можно напечатать, сколько хочешь. Однако нам известно, и об этом нам постоянно напоминает наш министр финансов Алексей Кудрин, что если просто напечатать деньги, а количество товаров останется такое же, то товары просто станут стоить дороже. Или, что то же самое, деньги обесценятся. Тут нужен фокус. Нужен такой товар, который способен поглотить эти необеспеченные деньги. Этот товар – акции, ценные бумаги, составляющие так называемый финансовый рынок. В отличие от реального капитала, материальных активов, это называется рынок фиктивного капитала. И под него можно выпускать фиктивные, ненастоящие деньги. Если говорить о причинах кризиса в философском смысле, то есть, как говорится, при достаточно большом удалении от вопроса, с высоты птичьего полета, где не видны отдельные детали, но зато очень видны общие принципы, то, в общем-то, все можно сформулировать одним простым словом. Это кризис экономики, построенный на ненастоящих деньгах. И вот в экономике, которая устроена и основана на ненастоящих деньгах, в ней рано или поздно это, естественно, даст о себе знать. Так же само, как если вы ненастоящую кровь в пациента вольете и оставите так его ходить, то рано или поздно, какое-то время, если она высококачественная, он походит, а потом начнутся проблемы системные в организме, потому что заменитель крови – это все-таки не сама кровь. Но то же самое с заменителем денег. Изначально акции выпускались предпринимателям для того, чтобы привлечь деньги для своего бизнеса. Однако, раз выпущенные акции, далее начинают жить жизнью, совершенно не связанной с тем, кто их выпустил. Но фондовый рынок – это и есть жизнь этих акций. И его масштаб, емкость определяется не столько даже количеством ценой этих акций, сколько количеством перепродаж, транзакций. Рынок бухнет, надувается. Смыслом и стержнем фиктивной экономики становится игра на спекулятивном рынке. Продажа и перепродажа этих самых ценных бумаг. Четверть века назад средневзвешенный срок нахождения акций в одних руках составлял 4,5 года. По 2007 году – 4,5 месяца. Это еще первичные акции. По сути, права на владение долей в предприятии. Но дальше начинают выпускаться вторичные бумаги, так называемые деривативы. Как бы акции на акции. Акции фондов, которые сами работают на рынке с другими акциями. Акции страховых компаний, которые страхуют риски этих фондов. И так далее, и тому подобное. То есть один и тот же капитал отражается в огромном количестве разных бумаг. Под эти бумаги банки выдают кредиты, монетизируя этот бесконечный рынок ценных бумажек. То есть практически выпускают фальшивые деньги. Создается огромное номинальное, то есть фиктивное богатство. И номинальная фиктивная денежная масса. Начну с банальности. Если мы можем, мы будем печатать деньги. Это лучшая работа в мире, лучший бизнес-проект. Это то, что могут делать банки, и то, что они делают на протяжении всей истории. В 19 веке банкам было позволено в неограниченном количестве печатать деньги и долговые обязательства, которые использовались как средства платежа. В конце концов, все рухнуло, и поэтому были созданы центральные банки, чтобы регулировать финансовую деятельность и предотвращать злоупотребление. Возвращаясь к нашим дням, я убежден, что деривативы и все остальное – это способ печатать деньги. И если люди в эти деньги верят и держат их, ничего не происходит. Но как только они перестают верить, наступает кризис. Можно банк ограбить, а можно при помощи этого банка ограбить других. Выбрать путь солидного и законного предприятия. В 90-х годах рост денежной массы в США происходил в три раза быстрее, чем увеличение объемов ВВП. К открытой инфляции это не привело, потому что денежную массу поглощал раздувшийся финансовый рынок. В 29-м году, накануне Великой депрессии, из которой Америка вышла только через мировую войну, общая капитализация американского фондового рынка превышала ВВП США на 20%. Если взять глобальное ВВП на пороге кризиса 2008-го, это около 70 триллионов долларов. По первичной капитализации будет примерно то же самое. Но если в 29-м году рынок деривативов, вторичных бумаг практически отсутствовал, то сейчас точно оценить его вообще не может никто. По экспертным оценкам он превышает мировой ВВП в 200 раз. Согласитесь, 120% и 20 тысяч есть некоторая разница. Это разница в размере диспропорций между Великой депрессией и нынешним кризисом. Раздувается финансовый рынок, раздувается фиктивная денежная масса, которая требует все новых и новых бумаг. В бумаге, в фикцию превращается все. В сериальные ценности, продовольствия, металлы, нефть, недвижимость. Финансовым спекулянтам, оперирующим на рынке, например, металлов, в страшном сне не снилось приобрести, а затем продавать какой-нибудь реальный металл. Он спекулирует бумагами, причем даже не в бумажном виде, а в электронном. Финансовый рынок приобретает совершенно иррациональный характер, не поддающийся никакому экономически обоснованному анализу. 6 мая без каких-либо видимых причин произошел обвал на крупнейшей в мире Нью-Йоркской бирже. Падение индекса Доу-Джонс достигало 9%. Это самое резкое падение с начала кризиса. За 20 минут рынок акций потерял более триллиона долларов. Обвал Нью-Йорка повлек за собой падение на всех мировых торговых площадках. Как выяснилось, точнее ничего так и не выяснилось, произошла то ли накладка в действиях роботов, торгующих на электронных площадках по неким заданным программам, то ли ошибся трейдер Сити Групп, торговавший какими-то фьючерсами. Самое смешное, что вот никакого интереса к предмету, собственно, чем торговали, не проявил никто, ни те, кто продавал, ни те, кто покупал, ни комиссия, которую уполномочили разбираться, что случилось. Поскольку это действительно не имеет никакого значения. Никто не знает, что происходит на биржах. Все, что мы просим от комиссии, чтобы она хотя бы посмотрела на то, что происходит. Что, по-вашему, фондовый рынок – это мистика, недоступная человеческому пониманию, и вы не слышите его сигналов? Я хожу к гадалке. Всего этого не могло случиться, пока деньги были настоящими, пока они были золотом. Если у вас какие-то деньги совсем настоящие, которые можно пощупать в руках, которые можно взвесить, которые вы понимаете, что правительство не может напечатать, потому что их не печатают, а отливают из материала, которое какое-то ограниченное количество, то тогда все остальное вами воспринимается как нечто, как акции, как нечто потенциально высокодоходное, но и высокорискованное. Здесь есть настоящие деньги, а здесь есть не настоящие, сладкие, но опасные. Как и когда случилось, что деньги перестали быть настоящими? Случилось это тогда, когда Америка завоевала себе право неограниченно печатать мировую валюту, который стал доллар США. Завоевала, опираясь на свою реальную мощь и реальное богатство. Вторая мировая война позволила Америке не только выйти из Великой депрессии. Снабжая, вооружая и кредитую своих союзников, Америка многократно увеличила свою индустриальную мощь и одновременно сосредоточила у себя львиную долю мирового богатства. Кредиты по Ленд-Лизу, выдаваемые союзникам, в первую очередь Британии и Советскому Союзу, оплачивались золотом, при том, что валюты всех стран, переживших войну, кроме США, были обесценены инфляцией. Америка сосредоточила у себя 70% мировых резервов золота. На конференции в курортном местечке Бреттон-Вуд в Нью-Гэмпшире в июле 1944 года была создана новая валютная система, позволившая нормализовать послевоенные финансы капиталистического мира и закрепившая абсолютное финансовое господство США и американской валюты. Суть системы проста. Доллар обеспечивается золотом, а все остальные валюты стран, вошедших в систему, обеспечиваются долларом. К началу 70-х ситуация кардинальным образом изменилась. Количество наличных и безналичных долларов в международном обороте неимоверно выросло, а золотые запасы США непрерывно сокращались. Доверие к доллару подрывалось огромным дефицитом платежного баланса США. А окрепшие новые финансовые центры в Европе и Японии выпускали свои валюты, способные конкурировать с долларом в качестве резервных. Открытую войну доллару объявил генерал Шарль Деголь. 4 февраля 1965 года на традиционном брифинге в Елисейском дворце Деголь заявил. Трудно представить себе, чтобы мог быть какой-то иной стандарт, кроме золота. В международном обмене высший закон, золотое правило, которое следует восстановить, это обязательство обеспечивать равновесие платежного баланса разных валютных зон путем действительных поступлений и затрат золота. Старенький Жозеф Кайо, бывший министром финансов, еще при Климансо, как-то рассказал Деголю анекдот. На аукционе продается картина Рафаэля. Араб предлагает нефть, русские золота, а американец, набивая цену, выкладывает все новые и новые пачки долларовых банкнот. В итоге приобретает картину за 10 тысяч долларов. А в чем трюк, спросил Деголь? А в том, что американец купил Рафаэля за 3 доллара. Стоимость печати 100-долларовой банкноты 3 цента. Весной 65-го года на рейде Нью-Йорка бросила якорь французское судно. В его трюме находилось 750 миллионов наличных долларов. Первый транш суммы, которую Франция потребовала обменять на золото в буквальном соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями. Демарш де Голе вызвал истерику президента Линдона Джонсона, замученного кризисами холодной войны. За французами без публичного ажиотажа, но не менее настойчиво потянулись центробанки Германии, Канады и Японии. Золотые запасы США сократились до критических размеров. В марте 68-го американцы впервые ограничили свободный обмен долларов на золото. 15 августа 71-го президент США Никсон объявил о временном запрете конвертации доллара в золото. 8 января 76-го на конференции в Ямайке Бреттон-Вудская система была официально похоронена. Эмиссия мировых валют начала производиться по принципу финансовой пирамиды. Нет никакой сферы бизнеса, сферы человеческой деятельности сравнимой по доходности с эмиссией, то есть с печатанием денег. Проституция и наркоторговля неконкурентоспособны с точки зрения нормы прибыли. Вся экономическая, общественная, интеллектуальная деятельность сосредотачивается на расширении этой самой эмиссии. Можно обозначить качественный рубеж, после которого долларовая эмиссия утратила всякие сдерживающие границы. Это крах СССР и формирование так называемой однополярной системы. Советский противорез выполнял две главные функции, обеспечивающие устойчивость американской системы. Советский Союз был политическим и идеологическим конкурентом, заставлявшим американскую экономику держать себя в форме. И советская угроза была инструментом поддержания дисциплины внутри западного блока. Согласитесь, международный терроризм и лично неуловимый товарищ Бен Ладен не самая убедительная замена советскому противовесу. Именно в 90-е годы, на волне торжествующей однополярности, когда рухнули все сдержки и противовесы американской финансовой гегемонии, на фондовом рынке надуваются колоссальные пузыли. К 2000 году Америка была готова к полномасштабному кризису. Полномасштабный кризис на американском фондовом рынке созрел в 2000 году. Тогда лопнул пузырь американского хай-тека. Фондовый индекс высокотехнологической биржи NASDAQ обвалился более чем наполовину. Чтобы понять, что это был за пузырь, достаточно вспомнить оценку американских корпораций новой экономики, которую трудно назвать иначе, как бредовой. Капитализация компаний по рынку NASDAQ превышала чистую прибыль более чем в 200 раз. Это при том, что их активы, в отличие от компаний реальной экономики, носят чисто виртуальный характер. Для интернет-компаний Yahoo это превышение составляло более 1200 раз. Это значит, что если бы кто-нибудь захотел приобрести Yahoo по текущей рыночной цене, то окупиться этот актив мог бы только через 1200 лет. И при условии сохранения текущей прибыли все эти годы. Кстати, даже после падения в 2000 году этот рынок оставался и остается по-прежнему абсурдно переоцененным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова